Всем привет, друзья! Сегодня у нас историческая тема, и я надеюсь, она вам будет интересна. Звучит она так. 5 вещей, которые хозяин не имел права сделать с рабом в Древнем Риме. Изначально отношения между рабами и хозяевами в Древнем Риме законами не регламентировались. Как и в других рабовладических государствах, раб был говорящим орудием, вещью, с которой владелец мог сделать все, что пожелал. Но из этого правила были исключения. Иногда между рабом и его хозяином заключался договор. Происходило это в следующих случаях. Если человек сам продавал себя в рабство, чтобы не умереть от голода, или же чтобы наняться на службу, на которую брали только рабов. Если ребенка продавал в рабство его родитель. При перепродаже. Если прежний хозяин раба не желал, чтобы его новый владелец плохо обращался с данным конкретным рабом. В этом случае в договор включались пять стандартных запретов, касавшихся обращения с этим рабом. Впоследствии, уже в имперские времена, римские императоры приняли законы, которые должны были защитить рабов от произвола рабовладельцев. Эти законы также содержали очень схожие запреты, которые распространялись уже на всех римских рабов. Первым пунктом в таком договоре шел запрет на принуждение к проституции. Хозяин обязывался не продавать и не сдавать в аренду эту рабыню или раба в Лупанарии. На всех рабов данное правило было распространено при императоре Адриане во II веке н.э. Впоследствии, уже в Византии принимали законы, расширяющие толкование данного запрета. Хозяевам рабынь не дозволялось принуждать их к игре на флейте или же к выступлению на сцене. Откуда взялось это необычное правило? Дело в том, что актрисы в Риме имели такой же социальный статус, как и работницы лупанариев. Принуждать рабыню к актерскому ремеслу означало запятнать ее честное имя. Вторым стандартным запретом было обязательство не использовать раба на тяжелой работе, например, в каменоломне или на латифундии. Труд на плантациях считался одним из самых тяжелых. Рабы на латифундии жили в скотских условиях. За ними постоянно надирали и принуждали к работе, выжимая из них все соки. Третьим был запрет калечить и убивать раба. В II веке н.э. император Антоний Пий дал возможность рабам укрываться от особо зловредных хозяев в храмах. Если этот раб мог доказать факт жесткого с ним обращения, он переходил в собственность римского государства и становился общественным рабом. Таких рабов использовали на различных муниципальных работах, прокладке дорог, строительстве учреждений и прочих. Самовольное убийство рабов их хозяевами было запрещено при императоре Адриане. Но еще раньше, в I веке до н.э. были приняты два закона, также ограничивающие произвол рабовладельцев. Так называемый закон Петрония запрещал ради развлечения устраивать травлю рабов дикими зверями, в том числе и на арене цирка. И закон Клавдия давал свободу тем рабам, хозяева которых не принимали меры для их лечения и не заботились о них во время болезни. При императоре Константине в IV веке н.э. убийство раба его хозяином было приравнено к обычному убийству и каралось по всей строгости закона. Четвертый пункт касался перепродажи без согласия самого раба. Также запрещалось продавать родственников порознь, разлучая их друг с другом. На всех рабов запрет раздельной продажи членов семей был распространен лишь при Диоклетиане в конце III века н.э. Тогда же были официально признаны браки между рабами. Последний, пятый пункт, запрещал освобождение раба без его согласия. Дело в том, что многие римские рабовладельцы освобождали своих рабов в тот момент, когда те переставали переносить им пользу и превращались в абузу. При наступлении старости, случае тяжелой болезни, ну и т.д. Таким образом, эти рабы были выброшены умирать на улицу. Разумеется, добровольно продающий себя римлянин не хотел закончить бы свои дни таким образом. Он обязывался верно служить своему хозяину. Но и хозяин, в свою очередь, должен был обеспечить ему некий социальный пакет. Лечение при болезни, еду и возможность спокойно дожить свои дни в хозяйском доме. Ну вот такая вот тема. Надеюсь, она будет вам интересна и вам есть что об этом сказать. Если она вам понравилась, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий. И не забудьте подписаться на наш канал Реальные Истории. Канал про реальных людей. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok